Всем привет, вся семейка на прогуле. А мы проходим рядом здание, которое вот-вот построили на нашем бывшем поле. Вот здесь раньше фермер траву выращивал для коровок. Представляете? Нет, вы представляете, за пару месяцев здание полностью готово, и уже деревья выросли. Посажены, конечно. Самое главное, парковка. Да, и парковка для машин. Ну, тут и это. Вообще карди... Кардиологи. Это красиво. Да. Кардиологический цены. И открытие у них, по-моему, там стояло... 17-го седьмого. Да, в июле. У нас там вот по дороге там маленький праксис. И решили они сделать вот тут большой и сюда переедут. И вот такая вот парковочка. Везде деревья посадили. Быстро? Угу. Очень быстро. Еще вроде бы фермер собирался вон ту часть тоже продавать. Ну, видимо, пока еще оставим. Но так как это было все очень быстро построено, поэтому мы даже не почувствовали, где они сваи забивали, стучали, колотили. Вообще, я видела, что была деревянная палубка, да, какая-то? Да, только подъезд. Под дерево, да, вообще. Только подъезд, в принципе. Стеклянный, да, все остальное из дерева. Стеклянный, бетонный. Ну, там стекло, солнышко. Смотри, не там стекло. Да, я не веду вот этот шахт. Да. Сама шахта-то, она бетонная, да, железобетонная. Все остальное из дерева. Вообще, молодцы, погода у нас. Шикарно, птицы поют, птицы рут. Вообще, самая хорошая такая комфортная температура, чтобы прогуляться, подышать свежим воздухом под автобаном. Вот, автобан. Был сегодня очень вкусный ужин. Папа у нас грелил, была кукурузка, мяско, картофельный золот. Чисто немецкий картофельный золот. Нудель золот. В общем, все накушались и решили, чтобы жирок не завязывался. Надо немножко прогуляться, пропустить себя. Давно мы уже не выходили. Да, очень много всего. В принципе, уже даже не знаешь, чтобы вспомнить, чтобы рассказать. Ну, первое это событие, что садик у Джимми заканчивается и начинается взрослая школьная жизнь. На следующей неделе в садике у Банахтан. Что это такое? Это ночевка. Одна ночь. Дитё со всем рюкзаком, да, со спальником, с матрасиком, с ташей лампой. И подушкой. И с подушкой. И с подушкой, да, с одеялком. Приводить надо ближе к вечеру. То есть с утра. В пятницу. Да, в пятницу. С утра Джимми в садик не идёт. Но это те детишки, которые как раз идут в школу. Они ночуют в садике, как такой, знаете, провожающий, выкидывающий. Почему выкидывающий? Я по позже скажу. Выкидывайте их по позже. Да. Провожающий, выкидывающий. Чтобы они запомнили с хорошей стороны садик. Да, и вспоминали иногда. В пятницу мы приходим Джимми в 5 часов вечера. Со всеми принадлежностями, которыми необходимы для ночёвки в садике. Партия. Праздник называется пиратский праздник. Поэтому можно приносить костюмы. Рисовать на лице специальными красками для лица. В общем, будет весело. Суперски, классно. Надеемся. Надеемся, да. Мэри Джей не хотела тогда идти на ночёвку. Она не пошла. Вот. Потом ещё будет... Как? Здравствуйте. Выкидывающий людей. Да. Выкидывание детей из сада. В общем, мы, по-моему, видео... Я видео снимала? Да. Мэри Джей. Да, выкидывали. Уже кто... Мэри Джей. Два года назад, кто-то другую выкидывали. Да. Кто давно нас смотрел, да, кто-то видел, наверное, да. В общем, я считаю, это так супер. Почему у нас не было, да? И Мэри Джей заканчивает у нас... Мэри Джей у нас заканчивает второй класс. Второй класс. Да. Надеемся, её не оставят на повторную. Сразу на первую. Да. Сразу вместе с Джейми, да. Дети растут и уже, знаете, очень так, очень быстро время летит настолько, что вот этот вот год мы абсолютно как-то это пропустили, да. Вроде недавно детей отправляли в сад, а уже они идут в школу. А ещё у них был день, когда они приносили свой школьный рюкзак. Да? Каждый хвастался, какой у него рюкзачок. Вообще рюкзаки очень классные, суперские, очень дорогущие, но очень, знаете, сделаны хорошо под спину для ребёнка эргономичные. Они, так как они таскают всякие там книжки, тетрадки. Джимми, биты. Они таскают всяких много тяжестей. Мэриджейн. Мэриджейн. Поэтому рюкзак очень хорошо для ребёнка сделан. И особенно для спины, чтобы он не искривился, не сломался. Нам ещё надо броддозу Джимми купить. Да, пляж у нас, бутылочка для питья у нас есть, пенал у нас есть. И нам ещё список пришлют, что необходимо для ребёнка купить к школе. Ну, это как всегда. В принципе, то же самое, что для мэриджейн. А можно уже прийти после фельдсона на 4 лет. Краски, карандаши, всё-всё, что необходимо было. То же самое, что и как в мэриджейн. На лугу кисутся коровки. Правильно, коровы. Пить идите молоко, будете здоровы. Помните мультик. Красотища. Ну, продолжим дальше нашу беседу с вами. На чём я становилась-то. А, про детей я рассказала всё, да? В принципе. Да, будет ещё известно, нам тоже должны прислать со школы письмо, попадут ли вместе детишки из садика с Джамины друзья в один класс. Он всё ждёт этого письма, когда он со своим другом. Он говорит, вроде бы я с ним попала в один класс. Вообще так здорово, да? Если с сада друзья и вместе по жизни. И в школу, и дальше, да? Вообще, когда друзья прямо такие верные друзья, с детства друзья, это круто, это классно. Это редко. Это сейчас, да, очень редко. У нас уже солнышко. Некоторые только мужья есть. Да, Саша мне и, как говорится, и брат, и сват, и подружка. Со школы едем. А, ах ты, да, со школы. С первого класса. Да, с первого класса, с нулевого класса. Детишки прячутся от папы и мамы. Ком. В очередной раз я была в больнице. Позапрошлую среду или в эту среду я уже, честно, уже не помню. Позапрошлую. Позапрошлую. Да, взяли у меня кровь. Кровь у меня не очень хорошая. Всё, всё пропадало, да, все-все-все показатели, которые по стандарту, да, гемоглобинные, нитрофилы, лейкоциты, тромбоциты и, да, всё перечислило. Все упали. Месяц раз сказала, что я не выпишу и бронз. Я сказала, ничего страшного, ещё держимся. В общем, она всё-таки мне выписала. Она тебя успела к доктору послать? Да, она меня к доктору послала. Сказала, мне надо было Мэри Джейн ещё забирать, успеть. Вот, она сказала, подождите. Я говорю, ну ладно, подожду. Хорошо, в этот раз очень быстро взяли кровь и поставили, сделали фульфустран, да, уколы. И она убежала к доктору, потом пробежала. Она сказала, что у него очень много народу. Я сказала, я ждать не буду. Вот, и сказала, выпишите мне, я побежала. Она говорит, вы себя хорошо чувствуете? Вы не мюдые, не уставшие, да? Я говорю, да немного уставшие, но вот. Ничего страшного. Она выписала мне на следующий раз. Это вообще будет в конце июня. Там сразу. 29? Да, 29 июня. Там и бронз, фульфустран два укола, золотекс с укол в живот и изолитронов кислота. И это всё в один день. Я не знаю, как это. Я приду домой, вся такая. Как решито. Вот. И после этого раза что-то как-то поставила тоже не очень хорошо. Болела очень сильно. И... Тут уже Саша вычитал, почему-то доктор не сказал, да? Почему? По поводу того, что и фульфустран так хорошо влияет на одну ногу. Я вам говорила, не говорила. Говорила, кажется. Да, говорила, на одну ногу. И опять у меня одна нога ковыряет. И бакпрофен выпишет. Вроде отходит. А потом дальше. Но это не беда. Тут все переболели. Саша заболел. Как говорится, если не лечиться, пройдет через семь дней. Если лечиться, то через четырнадцать. Или наоборот. Вот точно я не помню. На неделю. Да, на неделю. А когда? На вторник. Прям очень сильный. Прям вообще свалился. Абсолютно свалился. Пух и прах. Мэри Джейн тоже кашлял. Кашлял. Она вообще вот такая вся. Мы ее и дома оставляли. Она в школу не ходила. Но мы с Джейми вроде бы... Солдатики. Да, как солдатики. Прежде нормально. Очень не хочется, когда тепло. Когда лето. На дворе птички поют. Вот цветочки цветут. Болеть это самое, мне кажется, самое противное, что может быть. Зимой как-то это не так переносится. С температурой лежать это самое противное. С температурой то тебе морозит, то тебе жарко, то еще что-нибудь. Конечно, это не есть прекрасно. Ну, слава богу, вроде бы лучше. Все на прогулке. Возвращаемся домой. Наверное, спать будем хорошо. Да? Не будет еще. Нет, ну дети-то будут. Лягут-то раньше. Да. Что у нас еще такого? Подали документы на продление, разрешение на пребывание и жительство в Германии. Ой, вы не представляете. Мы в Зиттбурге подаем документы. Там у нас как Рэнди Крайс, да? Как областная. Да, как областная. Вот. Бог ты мой. Вы не представляете, сколько народу такого не было еще. Когда у меня требуется. Не знаю, как представь. Мы подали документы уже в марте. Марте, да? Да, в марте. Сначала в марте. Да. Получили термин только в июне. Вот. А у меня заканчивается... Хорошо, раньше подали. У меня заканчивается в сентябре. Мое ВМЖ. И хорошо, что это мы раньше сделали. Может, в следующем году. Да, и сказали, что я вот эту карточку получу в следующем году. Но дали временную бумажечку, где было написано, что до июня месяца 23-го года. И моя старая карточка действует еще до сентября месяца. Нет, что-то... Ну, в принципе, функционально. Но я должна их обоих носить. Эту бумажечку и карточку мою. Ко-о-о. Вот. И оператор, который обрабатывал вот эти документы, которые мне выдавал, да, временную бумажку, он сказал ей, прошу прощения, говорит... Он тогда 4 раза сказал. Да, прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения, прошу прощения, что так получилось. И неизвестно, когда... И даже он сказал, что неизвестно, когда будут обработаны полностью мои документы и напечатана эта карточка, потому что у нас... войны в Украине, и из-за этого это так долго, потому что очень немного перерабатывать, и они не знают, как они успели. Да, и как я уже ранее сказала, что в комнате ожидания очень много было украинцев, очень много, которые стояли на регистрацию, потому что там специально в электронном виде было фотографии, отпечатки пальцев, адио, а потом ты идешь и надавишь твои номер, и с детьми, беременные женщины полностью, все с семьи, с бабушками, с дедушками. Я помню, это 9 лет назад, я пришел, там ни одного человека не было. И все говорят на русском, и мы понимаем, что они немецкие, кто-то уже знает, а кто не знает, потому что рядом сидела с нами семья, папа с мамой и двое взрослых детей, и папа сидел с книжкой, я знаю, что это, а может сын уже в школе учил немецкий, поэтому папа спрашивал, желтый как на немецком, потом еще что-то, как синий на немецком, сидел с книжкой и учел немецкий язык, да. И все разговаривали на русском, и хорошо, как вот это вот табло электронное, где были отпечатки пальца на разных языках, и там был русский, и они спокойно могли разобраться. Конечно, под большим впечатлением, там полный хаос, потому что никто не знает, куда идти, что нажимать первое, что нажимать второе. Ну, может, в следующем году получше. Да. Да, я думаю, раньше, может. Да, разберутся. Новый год. Вот. Так что потихонечку, помаленечку как-то все это дети заканчивают, да, в этот год. Я в свой ВНЖ, потом что еще. А потом в июле, у меня до июля же, да, такое с лечением написано. До конца июля. До конца июля. Потом надо будет, наверное, в августе делать, да. по ЦТ, мне там будет ясно вообще, что дальше делать со мной. Ой, ясно-то. Что-то как-то тяжеловато. Что-то. Что-то. Мы дома. Кто-то смотрит футбол. Как же без этого. Играют немцы и Луган, Венгрия. А я вам покажу мои работы, которые я за период, когда мы с вами не встречались, написала. У меня было два заказа. От одной заказчицы сразу две работы. Одна работа «Ночной дождливый город», по фотографии, которую она хотела воплотить на холсте маслом. Дождливая улица. И в кинотеатр идет парочка. Смотреть, наверное, свой любимый фильм. И второй заказ от нее – это мои любимые маки. Переверну. Алые, красные, горящие на солнце маки. Если я не ошибаюсь, то, наверное, это уже пятый или шестой холст с маками. И так как у нас лето, и мы тут недавно покупали абрикосы, то Лена не удержалась и написала абрикосы. Саша поставил эту фотографию в инстаграме. Да, есть вот так вот. Вот такая вот фотография с моей работы. И многие написали, что это персики. Да, похоже, конечно, на персики, но это все-таки… Ну, это персики. Знаешь, эти, которые в России не сотряты? Персики. А, персики. А, пирожные, которые персики. Да. Точно. Они похожи на это. Может, ты до этого думаешь, что это персики? Ну, тоже очень вкусно. Они еще с сахарной посыпушкой, а внутри помидло. Да. Да. Я помню, ты один раз делала. Я не делала. Да. Мы с тобой делали? Нет, мы не делали. А, точно, в России делали. Да. Ну, это я только с тобой делала. Я тебе говорю, я помню. А так я одна никогда не делала. В общем, абрикосы персики очень вкусно, очень ароматно. И кто как себе представляет, так и называет. И потом вот эта вот работа, но я ее очень давно уже написала. Я не знаю, показывала в видео, не показывала, но она вошла в одно из последних видео с моими работами. Дождливый Питер. Прошу прощения, там у нас, это не мы кашляем, это соседи. У них хронические каши, которые вообще никогда не проходят и не перестают. Я по-честному не знаю. Но это, честно, это хронический кашель. Мы не знаем, ни короны, ничего, просто не кашляют. Постоянно? Постоянно. Сколько они здесь живут? Пять лет? Да? Да. Я их по-другому не знаю. Да. А вы не представляете, Саша-то сколько здесь живет? Сколько мы? Это первого июня. Первый июня, да. Семнадцать лет. Семнадцать лет. Пора переезжать. Да. И все как-то... Вот если мы будем переезжать, это будет капец. Саша больше всего... Я из этого не хочу переезжать. Да? Потому что, если я представлю, тут столько вещей. Ну это надо все... Я же сказала. Надо все выкинуть, чтобы ничего не перевозить. Я семнадцать раз за свою жизнь переезжала. Ну как раз, смотри, семнадцать лет, семнадцать раз. Надо еще раз переехать окончательно куда-то. А вообще, если бы я была ребенком, я бы еще раз отучилась в школе здесь, в Германии. Судя по тому, какая Мэри Джейн каждый раз приходит счастливой домой, довольной. И что только она не приносит со школы. Она принесла недавно для мамы, специально для мамы, она вырастила свеклу. У них там есть пришкольный участок. Там клочок от фермерского поля, да? Получается, что он выделяет им... Государственного. Да, государственного или от фермера. И они, начиная с весны, высаживают такие самые простые, да, овощи, как свекла, морковка, горох, там, лук, все разнообразные салаты. И каждую неделю они посещают этот свой участок. Они ухаживают, поливают, им рассказывают, как это все вырастает, что это, как и какой корнеплод под землей, какой наверху. Вообще-то круто, да? И вот до этого Мария Джейн принесла пучок салата. Там еще был крест-салат, да? И вот свеклу для мамы. У нас тут никто не ест свеклу, кроме мамы. А мама повышает гемоглобид свеклой. Саша каждый раз мне покупает банку. Есть заложенная такая вот свекла, как салата, маринированная, да, уже порезанная, приготовленная. И я эту банку свеклы, да. И вот Мария Джейн такую свеколку маленькую принесла. Говорит, мама, специально для тебя? Как это приятно, когда ребенок думает о маме. Потому что ребенок знает, что мама любит свеклу. А больше никто. Вот. Это вообще классно, да? Саша уже во все зевает. Наверное, скоро спать ляжет. Но вначале он футбол всегда смотрит. Мы всех обнимаем, всех целуем. Никого мы не забыли, всех помним. Спасибо вам большое, что нас не забываете, пишете. Всех вас целую. Всем передаем огромные, горячие, пламенные от всей нашей семьи приветики. Всем пока-пока и до встречи. Ваша Саша Лена.